Всем привет, с вами Мосс, согласен, видок у меня сейчас поди не особо товарный, ну а жертвуя собственным сном, таки додавил я для вас тот самый обещанный видос по лучшим схемам и тактике FIFA 22. Да, они актуальны именно сейчас, еще миллион раз могут измениться, но как там говорят, куй железы пока горячо, вот и ты куй. Ну то есть ты не куй, ты хорош человек, особенно если подписан на мой канал и будешь вдвойне хорошим, если прямо сейчас продавишь лукас и намутишь активности в комментариях. Вы же знаете, я их читаю и они меня как ничто другое мотивируют на создание оперативного контента, по вашим именно требованиям, ну и друзья из 1х на самом деле тоже мотивируют, поэтому на любой футбольный матч куда интереснее именно в их компании, залетай в закрепленный комментарий, пользуйся моим промокодом, получай по нему бонус. Ну а все вопросы касательно золотишко на топовый состав или на паке решит Ваня Мухин оперативно, качественно и конечно надежно, его ссылка будет в описании ролика. Приятного просмотра. Через боль, страдания и унижения я перепробовал в онлайн баталиях абсолютно все, и методом исключения до этого видоса дожили лишь те схемы, которые даже в моих кривых руках приносили результат. Начнем с имха самой сбалансированной формации, которая одинаково хорошо смотрится и в нападении и в обороне, это 4-2-2-2. Здесь есть вообще все что нужно, и два опорничка для бетона в центре, и считай четверо нападающих, которые всегда готовы улететь в контру или выдумать комбинашку в позиционке. Главное, чтобы атакующие полузащитники были парнями с шустрыми, с дриблингом и передачами, а еще не лишним в этом году иметь талант на файнессы. Левшу направо, правшу налево и вообще огонь. По настройкам здесь почти ничего трогать не нужно, разве что цапы пускай замыкают навесы, цопы прикрывают центр, а крайки не ломятся почем зря вперед. В ползунках тоже не ломайте голову, в обороне чутка заусьте, чтобы соп не обузил дыры между вашими защитниками, ну а высоту как кому удобнее. Любите давить, ставьте выше, не хотите страдать от забросов соперника, делайте глубже. Для тех, кому 4-2-2-2 кажется слишком пусси стайл, есть еще более дерзкий и агрессивный вариант 4-3-2-1. Учитывая текущую мету, эта старая добрая схема из фифи 17 обрела вторую молодость. Все дело в крайних форвардах, которые по дефолту будут тусоваться ровно на тех самых читерских позициях на подходе к вражеской штрафной, откуда летят окаянные крученые лонгшоты. Что дебала, что король генрих на пфд и лфд у меня стреляли только в путь. Для контратак схема тоже топчик, ведь у вас сразу трое нападающих, им помогут все цп, кроме центрального. Его мы делаем по факту опорником, который будет оставаться сзади. Ну а левее и правее вам нужны прям супер годные бокс-ту-боксы, которые одинаково хороши и впереди, и сзади. Ну, типа Льорента, Горецки или Бореллы. Что до крайних защитников, нужен баланс, потому что без них ваша позиционная атака станет слишком узкой и беззубой. С ползунками все как и в прошлой формации. Хотя, если вы смелый хлопец и очень быстро соображаете, попробуйте забегание вперед. Главное успевать отдавать передачи и закидушки до того, как ваш отряд окажется в массированном коллективном офсайде. Еще одним моим любимчиком в этой фифе стало 5-2-1-2. Но вот она очень сильно зависит от подбора игроков. Ибо на ЛЗ и ПЗ, ну точнее ЛФЗ и ПФЗ, вам будут нужны умеющие атаковать фуллбеки, причем с жирным показателем выносливости, потому что им придется бегать больше остальных, и вообще они в данной формации лобают главную скрипку. Если взяли подходящих по характеристикам топщиков, супер, возьмите еще двух на замену, и в обоих таймах у вас в авангарде будет жесточайший ударный кулак сразу из 5 игроков. Считай, схема 3-4-1-2. Двух страйкеров и цапа оставляем на вражеской базе, ведь юнитов в дефе у вас тоже будет достаточно. ЦПшки кроют центр, крайки на балансе, или если агрессивнее рубятся в атаку, цап замыкает навесы. Остальное не трогаем, ползунки так вообще оставьте в девственном варианте. Промокод мой, а бонус твой. Не забудь чекнуть закрепленный коммент. Уверен, что среди вас есть и те, кто привык играть от обороны, владения и контроля. Что ж, хорошие новости. Узкая 4-2-3-1 по-прежнему чертовски в этом плане хороша. Да, в атаке может ощущаться некий дефицит вариантов, но терпение и труд все перетрут, а центр поля и оборона у вас будут максимально насыщенными. Страйкер остается впереди, цапы замыкают навесы в штрафную и либо на балансе, либо возвращаются в дефенс. Цопы кроют центр и крайние защитники остаются сзади. Помимо плотности у этой схемы есть еще один плюс. Ваши трио цапов при правильном подборе игроков сможет регулярно досаждать сопернику вышеупомянутыми читерскими обводящими ударами. Так что не забудьте воткнуть левшу направо и правшу на лапо. Вообще я отыграл не один десяток матчей именно с этой схемой, и это были максимально сухие, потные катки, которые вообще зачастую заканчивались с нулями на табло. В итоге именно эту формацию я ставлю, когда нужно удержать счет, ну и ползунки выбираю чуть более оборонительные, с указаниями у всего нападения возвращаться в оборону. Ну и напоследок кто-то скажет, мол, моветон, а она мне нравится до сих пор. Прорывы по флангу, навесы, прострелы, для всего этого отлично подойдет старая добрая 4-4-2 в линию. Вот если занудные раскаты через центр не идут, она выручала и не раз. По указаниям фланги забегают за спины и возвращаются назад. Страйкеры на балансе, цпшники сторожат центр, а крайки сидят сзади. В обороне есть резон схему заузить до сорокета, так как фланги у вас и так сдвоенные, а вот центр не такой плотный. В атаке все на балансе. Кстати, если вы не любите рандомно вешать с угловых и предпочитаете разыгрывать, на всех схемах убирайте игроков на стандартах. Они вам там тупо не нужны, а в случае потери вы не нарветесь на опасную контратаку. Ну и с прессингом тоже смотрите по ситуации. Как по мне, лучше играть на балансе и давить кнопки вручную, стрелками, включая командный прессинг или большинство на мяче, но только тогда, когда того требует ситуация. Иначе прошаренный со будет на раз-два щелкать вас стенками и забросами вперед. Тем более, что в этом году уставшие игроки превращаются ну совсем в дрова, и если переусердствуете с Душиловым, второй тайм в катке превратится в игру на выживание с еле ползающими камрадами. При замене ситуацию уже толком не спасут, но и помните, что мет меняется быстро. Не удивлюсь, если уже завтра самой жесткой схемой снова станет какой-нибудь узкий ромб, или вообще 4-3-3 в любой из ее вариаций. Но чуть что, сделаем апгрейд. Уверен, что помимо этой пятерки есть еще играбельные схемы, и их будет, наверное, еще больше по ходу сезона, но, как я уже говорил выше, вот именно этот набор давал мне максимальный результат. И вы, кстати, не поленитесь, знаете, вот зайти и настроить эти самые планы на игру, но сделать один какой-нибудь суперзащитный, один суператакующий, и взять еще какие-нибудь три нейтральные формации, ну, скажем, узкую, там, 4-2-3-1, 5-2-1-2, и наоборот широкую, а-ля 4-4-2 в линию, потому что под разных соперников работают разные схемы. И опять же, очень много будет зависеть от подбора игроков именно в вашем составе, поэтому, ну, все на самом деле индивидуально. Вы пробуйте, выбирайте лучшие непосредственно для себя, и наказывайте соперников в онлайне. В общем, рад был стараться, отблагодарите Лукасом, подпиской на канал, не забывайте про мои соцсети, про Инстаграм, все ссылки будут, как всегда, в описании ролика, и все, с вами был Мосс, скоро увидимся!